Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Во Дворце культуры Видное состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери. Добро пожаловать на наш праздник! Конкурс от Моцарта до Джаза в рамках фестиваля визуальных и сценических искусств «Лови волну». На конной базе «Казачий дозор» проходит занятие по иппотерапии. Лошадь успокаивает, потому что это ритмичные, спокойные движения. День Матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Во Дворце культуры Видное состоялось праздничное мероприятие, посвященное этому празднику. Среди приглашенных была и наша съемочная группа. Подробности расскажет Максим Козлов. Добро пожаловать на наш праздник! Праздничная атмосфера царила уже на входе во Дворце культуры Видное. Актеры театра Маска встречали гостей и поднимали им настроение. Любой желающий могут дать волю фантазий и загадать что-то важное для себя и близких. Это золотая рыбка. Она исполняет все желания. А что нужно сделать для того, чтобы исполнить желание? Нужно просто этого захотеть. Поймать рыбку и загадать желание. Еще один способ испытать судьбу – вытащить записку, на которой будет либо предсказание, либо добрый жизненный совет. Что бы ни случилось, все в конечном итоге приведет к лучшему. Согласны? Согласны. Организаторы постарались, чтобы перед началом официальной части посетительницы мероприятия, посвященного Дню Матери, были в самом лучшем расположении духа. Например, в одном из залов работал салон красоты, где можно было сделать себе эффектную прическу. Когда я села в это кресло и когда я на себя сейчас посмотрела, знаете, я совсем другая женщина. Милая, скромная, нежная, красивая. Скротать время перед началом праздника можно было и на втором этаже. Здесь развернулись выставки детских рисунков кружка дошкаленок, выставка работ посетителей Центра Вера и детской школы искусств. Несколько фотозон также пользовались большой популярностью. Умница, красивая, гордая теперь, вот так вот, вся величавая, вот так вот. Оп! Молодец! В праздничном концерте, который был подготовлен для мам Ленинского городского округа, приняли участие местные исполнители и творческие коллективы. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Дочке и сыну очень важно, как писал Роберт Рождественский, человеку мало надо, чтобы жила на свете мама. Сколько нужно ей жила. Дорогие, милые женщины, здоровья и счастья вам. Пусть ваши светлые молитвы о ваших детях доходят до Господа. Подготовил теплые слова для тех, кто собрался в зале и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Валерий Черников. Все любящие дети, как сказала наша молодежь, да, равняются на своих мам, любят своих мам, берегут своих мам и делают все для того, чтобы они не огорчались и не расстраивались. Как бы не складывались отношения в семье, как бы не складывались отношения среди родных и близких, мамы для нас это святое. Исполнители постарались на славу. Все концертные номера были подобраны таким образом, чтобы никого в зале не оставить равнодушным. Стоит отметить, что сегодня в Ленинском городском округе проживает почти три тысячи многодетных семей, в которых воспитывается трое и более детей, и порядка сорока приемных семей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе проходит фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». На одной из площадок в детской школе искусств «Видном» состоялся конкурс от Моцарта до джаза, где выступили самые талантливые юные музыканты Подмосковья. Уже второй год подряд юных дарований собирает на сцене фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». В музыкальной части конкурса, получившей название от Моцарта до джаза, приняли участие юные духовики и ударники, народники и пианисты, вокалисты и ансамбли. Более 180 заявок мы получили на участие в конкурсе, в фестивале даже были заявки из других областей, из других регионов. Мы этому тоже очень рады, потому что развивается география, популяризации музыки происходит все больше и больше. В этом году в фестивале принимают участие не только воспитанники детских школ искусств, но и ученики домов культуры и досуговых центров. В Витновскую дыше и съехались музыканты из Развилки, Дроздова, Горок Ленинских и поселка Володарского, а также из соседнего Подольска. Много привез детей. Хотел бы, чтобы детей всех показать, показать разные инструменты, ну, соответственно, чтобы дети немножко почувствовали, какой есть уровень, увидели других детей. Это очень важно для роста ребенка. 11-летняя Катя Иванова из Подольска на «Лови волну» приехала уже во второй раз. В прошлом году ей удалось завоевать сердца строгого жюри. Надеется на победу она и теперь. Я сыграла цветочек на кларнете. Это духовой и деревянный инструмент. Там наполовину классика, наполовину джаз. В фестивале приняли участие более 100 учеников Виновской детской школы искусств. Конкурсы, они нужны для того, чтобы потом тебе сказали, какие ошибки, чтобы на них исправляться. Еще исправляться, дальше учиться, чтобы быть выше и круче других. Чтобы развивать технику, чтобы смотреть, какие у тебя достижения хорошие. Чтобы принимали другие учителя, смотрели, как ты занимаешься. Строгая жюри внимательно оценивала выступления каждого юного музыканта. Здесь оценивается, конечно, качественное исполнение произведения, профессионализм, ну и также поощряется артистизм, какое-то желание, воля к победе. Все это видно и жюри отмечают вот эти достоинства. Все выступавшие на сцене в этот день получили дипломы участников. Ну а общее награждение победителей фестиваля «Лови волну» состоится 10 декабря во Дворце культуры города Видное. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Спасибо большое. Ипотерапия давно известна своими положительными результатами. Четвероногие лекари помогают особенным детям в реабилитации. На конной базе «Казачий дозор» регулярно проводятся верховые прогулки. А на днях для ребят организовали еще и мастер-класс, где каждый смог сделать подарок своей маме. Подробности в нашем следующем сюжете. Ксюша Веремьева на лошадь села в первый раз. И сразу почувствовала себя настоящей всадницей, испытав удивительные ощущения. В этом девочка призналась сама. Когда мне сказали положить на колени руки, ну руки на колени, я просто себя ощутила, что я без никого еду. Просто учусь сама. Красота, грация и величие – это все лошади. Ипотерапия позволяет лечить людей с помощью верховой езды. Она известна с давних времен. Еще сам Гиппократ предлагал лечить меланхолию с помощью верховых прогулок. Данная методика зарекомендовала себя во всем мире. И активно используется в лечении детей и взрослых. Особенных детей членов Ленинского общества инвалидов вместе с их родителями пригласил конный клуб «Казачий дозор». Мама Юлии Ивановой, Елена Северова, говорит, и раньше тоже приглашали на занятия в другие места, но здесь им понравилось больше. Юлию очень нравится это, поэтому она с восторгом восприняла эту идею, что мы поедем кататься на лошадках. Нам очень понравилось. Вот здесь так много лошадей, мы вообще не видели так много лошадей, что вы были, ну, одно, две, а здесь прям их огромное количество, жеребенок. Сотрудники конной базы помогали ребятам уверенно почувствовать себя на лошадях, подружиться с четвероногими лекарями. Польза колоссальна. С одной стороны, это эмоциональный подъем для ребенка, потому что он сидит выше, чем он стоит на своих ногах, все гораздо лучше видно, больше обзор, плюс лошадь теплая, мягкая, добрая, у нее бархатный носик. Лошадь приятная и интересная, при этом лошадь успокаивает, потому что это ритмичные, спокойные движения. На этой конной базе активно развивается волонтерская деятельность. Все это возможно благодаря поддержке Николая Михайловича Радченко и казачьего станичного общества. Вдоволь накатавшись, гости казачьего дозора отправились на мастер-класс. Получив от лошадей массу самых приятных эмоций и энергетического заряда, ребята окунулись в творческий процесс. Им предложили сделать подарки своим самым дорогим накануне Международного дня матери. Провести интересное занятие попросили сотрудницу досугого центра юности из город Ленинских. Казачий дозор предложил нам поучаствовать в мероприятии для деток с ограниченными возможностями. И мы, конечно же, не смогли остаться в стороне и с удовольствием приняли в этом участие. Делали для детей мастер-класс ко дню матери, который будет в эти выходные. Ну и, собственно, вот с ними мы сегодня сделали открытки. Это то, что детки смогут сделать сами. Подобные занятия Казачий дозор проводит регулярно. И, как правило, участников бывает много. Уговаривать уж точно никого не приходится. Татьяна Брылова, Анастасия Матвеева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. С 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги. Теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Также с 1 декабря 2022 года индексируется размер платы за содержание жилых помещений и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Все существующие льготы и меры социальной поддержки населения сохраняются. Если платеж за коммунальные услуги составляет 22% совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на субсидию. Оформить ее могут не только собственники, но и наниматели жилья. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.